Создание новых арт-объектов в Анапе – одна из важных задач для городской архитектуры. Маленькие достопримечательности должны стать изюминкой курорта, которые привлекут внимание туристов и вместе с этим сделают рекламу. Предложение от главного художника – оформить остановочные павильоны в креативной форме, при этом сохранив единый стиль. Установить въездную стелу город воинской славы на Симферопольском шоссе, заменить архитектурную фотозону возле ЗАГСа. Те сердца, которые сейчас там есть, они, конечно, может быть, в свое время были очень интересными, но на данный момент они уже не актуальны, они уже прожили свою историю, и хочется более современного, более комфортного, более нарядного и парадного места, где бы наши молодожены могли бы фотографироваться, оставлять фотографии на память. Еще одно предложение получила поддержку главы города. В канун 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков установить памятные доски с информацией об анапчанах, которые в годы Великой Отечественной войны внесли вклад в освобождение города. Предполагается, что будут размещаться дозированные, то есть не будет частокола, много стел, то есть хочется их разнести. Это, возможно, сквер Будовича, это, возможно, аллея за центром культуры Родина до памятной стелы, город воинской славы. Возможно, также мы привлечем сельские округа, где есть парки, которые подразумевают патриотическую тематику. Возможно, в будущем, когда у нас уже будет благоустройство производиться сквера военной техники, мы тоже предусмотрим аллею памятных стел. Поддержал глава города создание и других арт-объектов. Это и солнечные часы на набережной, необычные фонари в виде парусов и многое другое. Кроме того, Юрий Поляков предложил дать возможность анапчанам поучаствовать в формировании облика родного города. Объявляйте конкурс на малые архитектурные форумы с тематикой нашей анапской, потому что все предлагают то, что где-то видели в каком-то городе, и нам предлагают. Но оно же уже есть там в Саратове или в Москве. Зачем? А повторяться? Надо сделать такое, чего нет. Управление архитектуры уже разработало положение об открытом конкурсе на лучший эскизный проект малых архитектурных форм. В нем смогут принять участие все анапчане. О правилах и сроках проведения будет известно уже в этом месяце. Руслан Душевский, Анапа. Регион.